Посмотрим вашу печку. Не коптит у вас все хорошо с печкой? Коптит, да. А когда начинаете растапливать или всегда, когда уже топите? Ну, когда топлю, я не знаю, я вот в прошлом году вроде бы нормально все было. Ну, топила, ну, и я там кидала все такое, что прочищает. Как раз соседка пришла, говорю, как воняет у вас, и дыма столько. Может, вы задвижку рано закрыли? Нет, я не закрывала, еще была не закрыта. Либо дверца была открыта? Нет, все было, как всегда, нормально. Ну, коптит надо чистить наверх. У меня уже мужа нет 3,5 года. Именно такие дома, как у Раисы Буната, находятся в зоне риска. Именно здесь могут произойти возгорания, поскольку женщина в силу возраста не может самостоятельно исправить все, что требуется. Представители рейдовой группы стараются помочь, но не всегда это получается. Например, в этот раз проверить тягу в дымоходе не удалось. И таких одиноких пожилых людей в Бресте более чем достаточно. Родственников нет или не помогают. Возраст хозяев не позволяет самостоятельно отремонтировать неисправности. Тогда на помощь приходят представители молодежной организации спасателей пожарных. В настоящее время на территории нашей страны проводится профилактическая акция «Молодежь за безопасность», в рамках которой наше подрастающее поколение спасателей, активисты молодежной и общественной организации спасателей пожарных. Каждают помощь гражданам в решении бытовых вопросов, а также помогают нам в проведении профилактической работы, направленной на безопасную эксплуатацию жилища. Есть еще один нюанс. Когда нет возможности пожилому человеку отремонтировать свое жилище, в частности печи, котлы или поставить извещатель, помогает государство. Государство также активно оказывает поддержку одиноким пожилым гражданам, одиноким инвалидам в приведении печи в исправное состояние. В текущем году за средства государственного бюджета выполнены ремонты в двух жилищах одиноких пожилых граждан. Неисправностей, которые могут повлечь за собой пожар, достаточно много, как и последствий неустраненных проблем. К сожалению, количество пожаров в Бресте не уменьшается. В целях безопасной эксплуатации печи в этот сейнезимний период необходимо, конечно, ее подготовить, это проверить целостность корпуса и дымохода на отсутствие трещер. В целях раннего обнаружения возможного выхода дыма необходимо дымоходы пределов чердака оштукатурить и побелить. Участок пола перед топочным отверстием необходимо оборудовать при топочном листом размерами не менее 0,7 на 0,5 метра. При эксплуатации печи необходимо также соблюдать элементарные требования безопасности. Это не допускать топку с открытыми дверцами топливника, недопустимое использование для розжига печей легкозаслоняющихся жидкостей. Конечно, нельзя допускать эксплуатацию печей, которые имеют трещины в корпусе. В целом, с начала текущего года на территории города Бреста зарегистрировано 70 пожаров. В прошлом году было их на 5 фактов меньше. Основной причиной пожаров по приезжим является человеческий фактор, неосторожное обращение с огнем при курении и использовании открытого огня. Не менее важным является исправность автономных пожарных извещателей, позволяющих при активном источнике дыма или пожаре своим сигналом разбудить человека. Я его высылаю на второй день, если туда, он запишет мне ночью. Отчего? У нас не идет дым в печке. Вы понимаете? Такое тоже бывает. Хозяйка частного дома по улице Машенского категорически не хочет новый пожарный извещатель. По причине того, что в прошлый раз ей пришлось сбивать его палкой с потолка из-за непрекращающегося писка ни днем, ни ночью. А заменить батарейки в нем не догадалась. Теперь никакие объяснения не хочет даже слушать. А ведь как ни крути, он ей жизненно необходим. В рамках данной акции, то есть если мы обнаруживаем, что извещатель не работает, то есть сел элемент питания, мы производим замену элемента питания. У кого отсутствует, в рамках акции производим установку пожарного извещателя. Также нашими сотрудниками рекомендуется к установке извещателей на угарный газ. Для чего они нужны? То есть, если уже пожилые граждане и где-то заранее закрывают заслонку печи, а производят еще горение, выделяется угарный газ. И этот также гаджет предупредит хозяина о том, что его жизнь под опасностью. Ну и соответственно, надо будет открыть заслонку, проветрить помещение. То есть, он просигнализирует о опасности. Виктория Гапутина, Андрей Щерба, Александр Макаревич, Новости Бреста.